Ничего страшного в Воронежской области, полков не пустят на правую корюшку. Михаил Михайлович, вот так, по предварительной версии того, что здесь произошло, это не так, а так, когда это было? По предварительной версии в 17.41 дежурную службу ЕДДС города Воронеж купила информация о том, что произошло установление маловерного служба с опорами дорожного моста. Данная информация была доведена в доступ к главному управлению, ну и до объездована реагирование сил и средств. По предварительной версии, эти граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Само маловерное судно, оно было снято с учета главного управления еще в 2006 году и якобы находилось до ремонта. И вот, самое место стоянки, где оно стояло, буквально, сами знаете, где-то 200-300 метров от этого самого моста. Ну и как очевидцы говорят, что буквально отошли они от своего места стоянки, проходили из дрейфа. Ну и потом начали движение, ну и по каким-то определенным причинам, к большой скорости, въехали в эту опору. Произошло, наверное, там возгорание топлива, ну и люди, наверное, сразу же мгновенно там погибли. Потому что вы тоже видели, что вообще осталось от тела этих погибших людей. Поэтому, наверное, так. И наши, естественно, когда вдруг получили информацию, подразделения ГИМС также прибыли к месту этого происшествия. Ну и теми средствами пожаротушения, которые были у них, ну, скажем так, пытались тушить. Потому что, скажем так, количество топлива было достаточно большое, ну, собственно, и сильного двигателя. Изначально не получилось ему от этих средств тушить. Также сюда были направлены силы средств городского управления. Но уже, скажем так, не пришлось им использовать свои средства, хотя были и мотопомпы на их маломерных судах. Но суда уже, скажем так, из-за того, что прогорело и была разрушенная герметичность, уже, скажем так, тонула. И, наверное, нашим водолазом, сами все это наблюдали, были проведены работы по извлечению тел из данного маломерного судна. И отправки их в органы соответствующие. Можно сказать, что там находилось только три человека? То есть не может ли в таком обычном роде? Нет, ну сейчас вы видите, еще тоже сейчас люди там и работают, следственные органы. Ну и вроде бы как водолазы работали. Скорее всего, что было три человека. Мужчины, женщины? Все, вон, мужчины. Слушайте, а как судно оказалось на воде, если еще пока не открылся зону? Сейчас установлен только личность одного человека, ну а личности двух других погибших будут устанавливаться, следственные органы. А так вообще движение маломерных судов до 2 июня в соответствии с постановлением правительства Воронежской области вообще запрещено. Дану разрешение только на движение маломерных судов специального назначения. Полиция, вы видите, тоже работает, рыбинспекция, потому что у нас в том числе и мероприятия проводятся с браконьерами, которые в нерестовый период тоже тут занимаются. И теми делами, которые надо. А с такими нелегальными перемещениями вы как-то боретесь или это вообще нереально? Ну вообще, конечно, боремся. В сравнении с прошлым годом уже составлено протоколов именно об административных правонарушениях за выходы маломерных судов в неположенное время в 2 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому работа главным управлением и центром ГИМС, естественно, ведется достаточно активно. Но вот мы пока стояли, как-то они не особо боятся даже ваших усилий. Ну это опять же, не скажем так, те маломерные суда, которые проходили, это больше те суда, которые имеют разрешение на это движение, которым разрешено. По поводу алкогольного опьянения? Ну это опять же, следственные органы в эту информацию говорили о том, что вроде есть такая информация у них. Ну а уже, конечно, тщательные результаты будут доведены до органов власти дополнительно. А возраст человека личности установлено? 50 лет. Он, по-моему, 2-го или 3-го марта только отмечал свое 50-летие. Это житель Воронежа? Житель Воронежа, да. Слушайте, а вы должны установить, куда направлялся сюда? Нет, мы так могли бы его установить. Ну я бы сказал, что вот они базировались, то буквально на той стороне железнодорожного моста, 200-300 метров, там и место стоянки данного маломерного судна. А судно принадлежало 50-летнему? Да, 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 того, которое... То, что его и определили, то, что бортовые номера определили и, исходя из этого, и определили фамилию человека. Что это за судно? Чем это было? Ну это маломерное судно, катер. Я сейчас вам марку не готов назвать, правильное название, чтобы вас не обманывать. Скажите, пожалуйста, сразу, если я не права, сразу скажите, что я не права. По словам очевидцев, которых мы опросили, они говорили следующее, что капель, они видели, как сначала произошел взрыв, они не видели, как они врубились в опору моста, они видели, как произошел сначала один взрыв, но люди были еще живы. Потом их вроде бы собирался подтащить, другой катер и потащил на тросе, в это время произошел второй взрыв, и все закончилось. Да, взрыва было два, но изначально он врезался в опору моста, и, скажем так, тоже на данном мосту стоят видеокамеры железной дороги, поэтому тоже информация будет следственными органами собрана, и однозначно, с первого начала это был сам удар, столкновение маломерного судна с этой опорой. Поэтому и произошло само разрушение маломерного судна, и, наверное, там баки, естественно, разгерематизируясь, произошло загорание. Сначала было загорание, когда мы подошли, начали его тоже тушить, и вроде бы как удалось огонь этот сбить. Но потом-ка начали его потять уже ближе сюда к берегу, потому что оно вдревчило ушло, опять же повторно произошло возгорание, и уже это возгорание невозможно было потушить, и в конечном итоге судно ушло. А сколько между двумя вот этими могло времени пройти, по Вашей информации? Ну, я сейчас не готов, я бы точно по времени сказать, но небольшой промежуток времени. А и оно сразу же замкнуло, получается, через... Ну, там уже какие-то считанные минуты все это происходило, потому что буквально через пять минут и прибыли наши сотрудники ГИМС, и начали именно проводить, пытаться тушить данное судно. Когда уже немножко огонь меньше стал, они его начали потаскивать к берегу. Ну, он опять прошел. Если он еще был над водой? Ну, он горел еще, да. А потом, получается, затонул уже, когда... Да, когда его ближе к берегу подтащили. Скажите, пожалуйста, вот когда мы сюда приехали, мы увидели след, видимо, отходлива на воде. Скажите, не планируется ли вот притаскивать сюда эти машины с аргентом обратно? Ну, это, скажем так, завтра уже, когда будет светлый день, то посмотрим, наверное, как, судя по всему, что, наверное, топливо это все это выиграло. Но если, конечно, будут обнаружены эти остатки, какие-то топлива, то нашими спасателями будут проведены работы, и все эти остатки топлива с аргентом будут собраны на мои спасательные службы. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Гутер, Михаил Витальевич. Первый заместительный...